Неприятности с кожей забываются легче, когда рядом левомиколь. Его тройное действие – противомикробное, противовоспалительное и ранозаживляющее – способствуют заживлению ран, ссадин и порезов. Левомиколь. Пусть ваша кожа помнит только хорошее. Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! Рада вас приветствовать в своем новом влоге. Начинаю я его из машины. Муж и Леша в городе отвезли машульку к бабушке. Нам нужно на рынок купить фрукты, ягоды, возможно, овощи. В общем, нам нужно съездить на рынок. Муж и Леша в городе отвезли машинку. Мы тоже давайте, вот таких вот. Давайте штучки семь. И картошки. Это молодая, да? Да, да. Давайте ель. И базилик. И зеленый, и киолетовый. Давайте зеленый. И зеленый, и киолетовый, и киолетовый. И зеленый, и киолетовый. Заехали мы на рынок, купили фруктов, овощей. Взяла базилик, потому что у нас не растет, салатная зелень, петрушка, укроп, лук, это все у нас есть. И еще хочу заехать сейчас в пекарню, взять вкусного хлеба. Ну и сейчас заберем еще Софи из лагеря. Вот она у нас ходит. У Лизы уже закончился. Был, наверное, у них недели две школьный лагерь. Три. Меня Леша поправляет. Вот. А у Софи весь июнь. Лагерь нравится ей очень. Там разные развлечения. Ну, в любом случае, это лучше, чем сидеть дома. Хотела вам сказать, что у нас просто такая погода. То солнце, то дождь. Только что снимала вам кадры. Вот такие капли дождя были. А сейчас уже солнышко. Но вообще прогнозируют у нас залповые ливни. И вот вчера вечером, ночью, прям сильный дождик был. И порывистый ветер. Муж смеется, говорит, с вами была рубрика прогноз погоды от Екатерины Гурьяновой. Да. Что еще хотела сказать? Я хотела рассказать вам, куда стоит ходить у нас в городе. Потому что, ну, лето, многие приезжают к нам в город. Поэтому сегодня расскажу, вот где лично нам нравится гулять, какие нравятся места, какие нравятся рестораны, кафе, где можно вкусно позавтракать. Поделюсь. Мы, в общем, пробираемся по пробкам, потому что весь центр у нас перекопан. Смотрите, какие ручьи текут, а на небе уже ни одной точки не осталось. Мы сейчас подъезжаем как раз к главной пешеходной улице нашего города. Большая Покровская. Здесь много разных кафешек. Ну, и просто прогуляться красиво. Такая историческая улица. Вот. Она упирается в площадь Минина с одной стороны, там тоже очень красиво, а с другой стороны упирается в площадь Горикова. Редко мы там, если честно, гуляем. Мы там, мне кажется, никогда не гуляли на этой площади Горикова. Там вроде тоже украшают как-то по сезонам. Но вокруг дорога, поэтому мы не гуляли. Вообще мы с Лешей тут обсуждали, что хочется в своем городе тоже почувствовать себя туристами, взять экскурсию и прогуляться по историческим местам, послушать рассказ о городе, взять девочек с собой. В общем, возможно, этим летом реализуем наши планы. Интересно послушать. Ведь вот такая вот туристическая жизнь в нашем городе, мне кажется, появилась после ковида. Как-то вот и город преобразился, и много сейчас туристов. Раньше такого не было. Там здания реставрируют какие-то, знаете, развлечения есть в парках, в скверах, музыка играет, какая-то анимация. Раньше, конечно, такого не было. А за последние несколько лет прям город сделал колоссальный шаг вперед. И нравится, что не останавливается и продолжается развитие. И нам, кстати, Лизина учительница, классный руководитель, дала задание на летние каникулы, чтобы родители поводили детей по историческим местам, по музеям в городе, потому что в четвертом классе у них начинается новый предмет. Ну вот, знаете, что-то, не помню, как правильно он называется, но как будто у нас было краеведение, то есть вот что-то такое, да, то есть о своем городе. Она удивится, что мама за ней пришла, потому что обычно я с Машей. Здравствуйте. Софии, привет! Ты, график! А меня Соня пригласила на инвесторождение, где у нас проходила в городе. Какая Соня? Давай, берем. У меня сюда пригласить. А, будет все уже хорошо? Да. А мы с папой фруктиков купили. Вы часто делаете мне комплименты, что дома все подобрано по стилю. И тут не буду лукавить, мне и само это очень нравится. Я действительно уделяю много внимания порядку, уюту и стилю в своем доме. Ведь любое жилое пространство можно преобразить при помощи оригинальных интерьерных решений. В гостиную, например, оживят яркие шторы или акцентная тумба под ТВ. А в спальне, например, можно повесить картину или заказать оригинальную кровать. Здесь вас ограничивают только собственные фантазии. А дать волю ей можно на мегамаркете. Это маркетплейс с большим выбором мебели и аксессуаров для дома. А в июне тут действует повышенный кэшбэк до 50% бонусами. Например, при покупке вот такого шкафа за 15290 рублей вернется кэшбэк 11468 бонусов Сберспасибо. На мегамаркете есть возможность оплатить этими бонусами до 99% от стоимости следующих заказов. Получается, ваш взгляд будет радовать новый шкаф, а кошелек, бесплатная доставка и классный промокод мегаудобно, который дает скидку в 1500 рублей на первый заказ от 5000 рублей на мебель. А еще, помимо шкафа, я решила обновить бытовую технику. Мне нужна была новая мультиварка. Сделать это также можно на мегамаркете. Там как раз вовсю идет акция технолетов, предлагающая массу привлекательных скидок. Ну а все детали акции можно найти в описании к видео. А это наш знаменитый Кремль. Кстати, вот этот почаинский овраг, он облагораживается. Там тоже будет какая-то красивая зона отдыха. И вот вроде бы уже к следующему году здесь все будет отреставрировано и будет уже функционировать. Вот, и как раз таки Кремль у нас находится на площади Минина, который ведет вот улица Большая Покровская, которую я вам чуть ранее показывала. А вот здесь, наверное, самая лучшая гостиница, да, у нас находится. Называется Наширотон. И, кстати, вот спрашивайте, девочки. Спрашивайте, посоветуйте, где можно остановиться. Но я рекомендовать это не могу по одной простой причине, что я могу рекомендовать то, где я не была. Вот, и, соответственно, так как мы живем в этом городе, я не знаю, какие гостиницы. Смотрите по рейтингу, смотрите по отзывам. Много сейчас разных сервисов где-то можно посмотреть и выбрать. Но единственное, конечно, вот говорят, что город становится таким туристическим, и проживание, ну, такое небюджетное. Но я думаю, что очень много сдается как вот апартаментов, квартир по суточному. В общем, можно что-то найти. И я бы советовала выбирать что-то вот либо в центре города у нас, либо микрорайон Мещерское озеро, потому что там тоже рядом историческая ярмарка, стрелка благоустроенная, красивое место, фоккаузы. В общем, там это недалеко от центра. Можно доехать там, не знаю, на такси, на самокатах. Ну, в общем, недалеко. Можно даже пешком прогуляться близко к центру. И я думаю, что там, наверное, цены подешевле, чем вот центр города. Это мое предположение. Вот. И, кстати, сейчас вам покажу. Красивый Книжний Новгород. Называется магазин. Обязательно зайдите. Красивые локации там внутри красиво. Фотографироваться, походить. Ну, конечно, просто сам по себе магазин тоже интересный. Как вам экскурсия? Прогноз погоды перерос в экскурсию. Ну да. А что? Приехали в любимую пекарню Печерка. Здесь, кстати, очень вкусные завтраки. Сейчас покажу, какой мы здесь хлеб любим. Значит, взяла вот такой бублик с тыквенными семечками, бриошь и пармезан-пекан-тартин. Вот. Здесь еще вот они. Пробочку? Да. Ну тебе сейчас, ладно? Я поспаковываюсь. Я поспаковываюсь. Такая здесь уютная, красивая терраса. Да, Сапеёш? Хлеб купили мы, теперь нам за Машенькой и уже домой. Конечно, здесь еще вкусный кофе, но на улице так жарко, что не хочется совсем. Ну как трубочка? Вкусная. Вкусная? Вкусная. Угу. Ну что, мы уже дома. В общем, сейчас покажу, что взяли на рынке. Взяли вот такие томаты Азербайджан, потом, сказали, медовые абрикосы взяли, нектарины. Мы всегда берем у одного и того же человека, вот. Когда он едет в нашу сторону, он бывает нам привозит и фрукты, и овощи на дом. Ну вот сегодня поехали сами на рынок. Потом инжирные персики, огурцы, бананы, черешня. Кстати, вот эти все персики, абрикосы, бананы я все это даю и Маше. Потом как раз таки вот для Маши яблочки. Я ей добавляю и в кашу, и в творог. Так, базилик, свежий у нас не растет, поэтому взяла немножко. Так, черешня. Вот черешня знаю по 500 рублей. Большой формат, у нее большой размер. Очень вкусная. И картошка. А вот хлеб у меня уже Леша отрезал. Очень вкусный. Пармезан, пекан. Самый любимый наш. Ну, я быстро приготовила нам обед. Салатик. Простая, комфортная, домашняя еда. У меня здесь отварной картофель. Отвариваем в мундире. Лежит в холодильнике. И вот в такие салатики добавляю. Далее помидор, который вот только что купили. Огурец свежий. Огурец малосольный. Зелень. Укроп. Салат на имею ввиду зелень. Отварная куриная грудка. И все. И это очень-очень вкусно. Соль, перец. И заправляю вот таким маслом. И сейчас вот с этим вкусненьким хлебушком я тут распаковала. Это вот с тыквенными семечками. У меня дети очень любят. Бриошь. Дети ели суп. И вот как раз свежий бриошь. Я уже на домашнем переоделась и пробую нектарин. Это, конечно, это просто мед. Вот классно покупать уже у проверенного продавца. Потому что всегда посоветуют, что купить лучше, чтобы пришло прям вот топчик по вкусу. Девчата, всем доброе утро. У нас уже следующий день. Пришла в ванную комнату. Сейчас хочу волосы вытянуть. Потому что, когда вытягиваю, мне хватает на один день. После сна все равно какие-то такие заломы появляются. В общем, не так они аккуратно выглядят. Вытягиваю я вот таким стим-подом от L'Oreal у меня. Сложить полотенце мне не нравится, когда они до 50. Вечером после душа просыхают. И с утра я их складываю. Вот так все сложила. Сейчас приведу раковину в порядок. Вот у нас как раз время 10 часов утра. И вот так руки дошли. Для всего этого. Маша там сейчас с Лизой играет. В общем, Лиза перестала ходить в лагерь. Ходит только София. И, конечно, помощь, помощь. Совсем недавно Маша брала вот такую пенку для подмывания. Мне не понравился дозатор. То есть пенка вообще не получается. Получается какая-то жижа. Видите, дозатор нерабочий. Так что не советую. Ну а с утра у меня была тренировка с моей любимой онлайн-платформой FitStars. Тренировки онлайн и единая подписка на все, девочки. Здесь не только эффективные тренировки, но и очень классные тренеры, которые доступным понятным языком объясняют, как выполнять то или иное упражнение и как не допускать ошибки. Также здесь все о правильном питании, обучающие курсы, полезные статьи. Огромное количество эффективных программ тренировок. Будь то вы хотите похудеть, набрать массу или просто оставаться в форме. Вы всегда найдете именно то, что вам нужно. Ну и продолжительность тренировок буквально там от 7 минут. Еще за что я обожаю просто эту платформу, так это за то, что я могу заниматься в любое время и в любом месте. Доступно абсолютно на всех устройствах. И сейчас летом очень классно можно заниматься на улице. Я занимаюсь у себя в саду. В подписке доступны новые рецепты каждый месяц. Это и завтраки, обеды, ужины с КБЖУ и пошаговые инструкции приготовления. Также в подписке есть блог про красоту и здоровье. Здесь все о фитнесе, здоровье и питании на все случаи жизни. Также обучающие курсы. Все обновления на платформе будут вам доступны. Я занимаюсь по самому крутому тарифу безлимит навсегда. По моему промокоду Гурьянова. На него потрясающая скидка. Посмотрите, какая выходит цена. Ссылка на самую классную платформу для занятия спортом и мой промокод оставляю для вас в описании под видео. Я пришла на кухню. Сейчас буду готовить завтрак. Чего вам показать? Во вкус Вилл заказала вот такие замороженные лимонады. Я, в общем, накосячила. И тут, оказывается, по инструкции нужно 150 мл воды разводить. А я развела пол литра и думаю, почему такой неконцентрированный. А так, в принципе, вкусненькие. Попробую сегодня сделать так, как положено. В общем, такие замороженные кубики теперь лежат у меня в морозилке. Наверное, можно что-то подобное самим сделать, заготовить. Вот. Мне вдохновится такой идеей. Сейчас буду готовить завтрак. У меня тут остатки бриоши. Прямо чуть-чуть осталось. Пол буханки сейчас сделаю. Мужу тост. Здесь у меня тоже вот уже заготовка. Сыр. Огурчик остатки. Помидоры. Листья салатные. Буду еще использовать песто. И вот здесь калбасам. В общем, калбасу буду готовить. Она сейчас по-модному называется мартаделла. Вот такую покупаем, которая с фисташкой и с языком. Так, я смазала песто и сверху смазываю еще творожным сыром. И теперь вот с этой стороны я подсушу хлеб. Я поджарила кусочек. Нарезаю. Нарезала помидор. Сейчас нарежу немножко огурчика. Можно соленым. Вообще, сюда идет все, что в вашей душе угодно. Сверху посыпаю все тертым пармезаном. Могу добавить немножко чили. Вот и все. Такая вкуснота получается. Разрезаю, потому что удобнее есть. Кстати, сейчас подумала, что вот к тому шкафу, который мы с вами смотрели на Мега Маркете, можно заказать такую тумбу и поставить сюда. Как обещала, поделюсь сейчас с вами локациями, куда бы я рекомендовала сходить у нас в городе. Естественно, это все набережные, потому что с них открывается потрясающий вид. Это и Нижневолвская набережная, и Верхневолвская набережная, и набережная Федоровского. Кстати, на набережной Федоровского частенько, особенно там с пятницы по воскресенье, проходят по вечерам какие-то развлекательные программы, мероприятия, музыка, какие-то шоу, представления. Далее, конечно же, Нижегородский Гремль посетить и внутри погулять. Там благоустроена территория, очень красивая. Опять же, потрясающий вид. Обязательно прогуляйтесь по стене Нижегородского Кремля. И красиво не только внутри самого Кремля, но и за его стеной. Там тоже можно прогуляться. Конечно же, Чкаловская лестница. Это наша достопримечательность. Площадь Минина, Чкаловская лестница, и можно спуститься по этой Чкаловской лестнице на набережную. Кремля. Там тоже по выходным, по-моему, танцующие фонтаны, какие-то развлечения проходят. Город называют столицей закатов. И там, по-моему, если не каждые выходные, то с какой-то периодичностью проходят концерты, выступают артисты. Далее, конечно же, парк Швейцарии. Особенно, если вы приехали в город с детьми, прогуляйтесь там. Наша Нижегородская ярмарка. Стрелка Пагаузе. Тоже очень красиво. Что еще? Да и вообще весь центр, улица Рождественская. Если вы находитесь в центре города, нет проблем прогуляться, дойти. И также, если с детками приезжаете, съездите в наш Нижегородский зоопарк. Лимпопон называется. Тоже очень там красиво, благоустроенная территория. Ну и животные содержатся там достойно большие вольеры. И думаю, вы не пожалеете. Нижегородский цирк Планетарий. Тоже рекомендую к посещению. В Верхневолжской набережной красивая историческая улица. Так же, как и улица Рождественская. Рекомендую взять экскурсию, сходить там в усадьбу Рукавишниковых. Ну и, в принципе, такая городская обзорная экскурсия. Нижний Новгород – это карман России. Здесь много было зажиточных купцов. Плюс наша ярмарка Нижегородская. Если говорить про то, где вкусно можно поесть. По поводу завтраков. Я рекомендую вам ресторан Redwall. Он находится прямо у подножия Кремля. Потрясающая терраса, очень красивая. С видом на Волгу. И там вкусные завтраки. Основное меню, ну, такое спорное. Это не то, что я, наверное, могла бы вам 100% рекомендовать. Но завтраки и вид потрясающий. Дальше завтраки – это кофейни Temp. Там нет предварительной брони. Вот по факту приходите. Кофейня небольшая, но завтраки потрясающие. Также вкусные завтраки в Печорке. И в ресторане Парк Культура. Тоже очень вкусные завтраки. Красивые там есть остекленная терраса. На Верхней Волжской набережной находится. Также моя вам рекомендация. На улице Большая Покровская есть ресторан Министерства завтраков. Там тоже готовят, в принципе, красивые завтраки. И Маяр. Еще есть у нас такая кофейня. Тоже обратите на нее внимание. Самый вкусный кофе для меня – это Скурата в кофейне. У нас она тоже находится в центре города. Если будете прогуливаться, обязательно зайдите. Лата с соленой карамелью – это их хит. И мне нравится кофе в кофейне Temp еще. Так, если говорить про просто где-то вкусно поесть, пообедать, поужинать. Опять же, это Парк Культуры. Но я вам рекомендую заказывать из меню ресторана, а не кафе. Потому что в кофе там обычные пиццы, бургеры, вот что-то такое. Дальше ресторан, конечно же, Ель находится в красивом историческом здании. И там авторская кухня, так же, как и в Парк Культуры, очень вкусно. Редволл, на мой взгляд, на любителя. Есть вкусные позиции в сети Додичи. Додичи Гриль, Сипфуд у нас, Италия. Что еще? Ресторан Дмитрич – тоже вкусное меню. Но там нет террасы. То есть, не такой видовой ресторан. Вкусные, в принципе, роллы у нас в Магадане. И там есть красивая открытая терраса. Также красивая терраса. И вообще красиво очень украшает ресторан Сароварни. Но, я не знаю, мне это место не очень нравится. Оно визуально красивое, кухня такая себе. Но, обычно, это не авторская кухня. Что еще? Потом, ни Грони Бар – тоже вкусная кухня. Есть летняя терраса. Ну, вообще, на самом деле, в Нижнем Новгороде огромнейшее количество разных ресторанчиков, кафешек. 100% что-то найдете для себя на разный кошелек. А, еще Бестро, по-моему, 9.16. 9.16 у подножия Кремля. Там также не бронируют, но вкусное меню. Вкусное меню – вкусное блюдо. Рассказала вам. Возможно, что-то я там упустила. Но какой-то ориентир у вас есть. На сегодня буду свои видео заканчивать. Спасибо, что провели это время вместе со мной. Увидимся с вами совсем скоро. Всем пока-пока.